доброго времени суток с вами данил добро и сегодня я вам буду рассказывать и показывать что такое программирование на паскаль мы будем программировать на паскаль я сейчас открою компилятор компилятор эта программа в которой мы будем вводить код то есть данная программа позволяет нам запускать код в данном случае код для паскаля мне тут уже откроется какой-то компилятор я буду все делать в другом вот в этом и сейчас мы все я вам расскажу также я замечу что я возможно буду заниматься репетиторством по программированию так что ссылки все будут в описании под видео ну что ж давайте начнем не будем затягивать и начнем программировать данная тут стандартная программа идет hello world все-таки мы напишем write и запустим ее f8 в данном случае у нас вот тут выводится hello world то есть это будет у нас надпись теперь мы возьмем ее скопируем и заменим hello world на калькулятор мы будем делать с вами калькулятор на русскую раскладку нам перейти все теперь запускаем теперь выводится у нас калькулятор так сейчас немножко приближу так все теперь калькулятор после всего этого мы еще раз скопируем просто вам покажу чем брать отличается от write lm вот видите как у нас все вывелось все подряд теперь мы берем и пишем тут write lm вот а теперь все вывелось нормально таким образом в write lm лучше использовать чем write так как вывод потом не совмещается так называем программу так как нам ее нужно назвать и также я еще напишу краткий план программы что что такое калькулятор мы вводим выражение потом вводим в общем вычисляем это выражение и выводим ответ все что нам должен уметь по моему калькулятор самый простой самый обычный мы будем делать самый обычный калькулятор в данном случае вот это вот называется у нас область консоль так как не у нас все выводится в write lm данном случае является командой а калькулятор это является строкой в общем если мы вот эти скобочки уберем то строковый тип уже не не будет являться строковым типом он будет его читать с ошибкой так как он будет считать что калькулятор это команда которую мы нужно выполнить а если мы все объединяем в кавычки как в прямой речи то он нам выводит эту прямую речь виде калькулятора мы сейчас немножко его увеличим пробелы вот так лучше теперь переходим к следующим что нам нужно еще сделать чтобы он вывел нам то что нам нужно например ввести число так как у нас вот выражение мы должны пометить что вот нужно ввести выражение допустим введите а так и по идее после этого все должно высветиться вот все высветилось теперь возьмем и введем выражение но для того чтобы с этим а работать нам нужно его прочитать сейчас можем например его уже ввести так где мы его вводим так может он сейчас покажет ладно что значит читать тут мы уже пишем переменную а допустим пусть она у нас будет русская до посыпались ошибки почему потому что мы ее не указали тут нужно написать нам бар как то так конечно на 5 выдал ошибку так как он по моему не знает русский букв я написал а английскую напишу так английскую теперь пропустил букву он вызвал ошибку так как мы не ввели а а можем а у нас будет 1 теперь нам нужно ее вывести тут мы пишем опять эту переменную а допустим опять таки добавим вот такую строку напишем тут ответ а все почему ошибка ну что надо поставить точку запятую так запятую все теперь появилась у нас надпись ответ 1 без пробелов давайте сделаем покрасивее так а теперь все будет работать вот ответ 1 калькулятор видите а ответ 1 мы ввели а вот эти вот служебные слова and и big game то есть begin начинать и конец они присутствуют обязательно в программе паскаль их надо всегда писать без например слова and будет ошибка обязательно с точкой без точки тоже будет ошибка все теперь все работает так же например begin если мы наберем то тоже будет соответственно ошибка потому что паскаль все это считает как ошибку но с другой стороны вы можете написать например так и ошибок никаких нет мы можем выделить вот эту вот часть ln то что в данном случае нам нужно использовать иду именно ln и кстати тут тоже давайте напишем все таки и теперь все работает то есть вы можете писать либо большими буквами либо маленькими паскаль на это не реагирует компилятор компилятор который компилирует этот код занимается компиляции кода и выводит вот эти вот выражения это называется компилятор так и теперь мы переходим к вычислениям напишем свое первое вычисление напишем свое первое вычисление в данном случае допустим у нас пусть будет тут мы ответ же написали ответ у нас пусть будет уже c будем считать так c еще добавим c и равняется а например а плюс а потому что мы ввели пока только одну а думаете он поймет конечно же нет почему он не понял наше выражение во первых мы не поставили точку с запятой и опять ошибка хотя мы обозначили эту переменную она у нас есть добавим оператор присваивания то есть мы никогда не пишем просто равно мы пишем вот эту вот точку вот это вот двоеточие которое я тоже когда изучал в школе я думал зачем это двоеточие зачем его писать ну тот кто создавал паскаль видимо решил что двоеточие очень важный знак чтобы отличать одно равно от другого то что это оператор именно присваивания c является своего рода таким контейнером то есть если переменная является своего рода контейнером в общем в котором можно записать например значение а плюс а в контейнер а в данном случае мы можем записать значение 1 которую мы тут ввели и оно считалось благодаря вот этой команде write ln и теперь мы запускаем снова вот ответ 2 почему 2 потому что 1 плюс 1 2 правильно вроде правильно и теперь давайте сразу добавим введите число b b и прочитаем его и тут уже а заменим на b а b число у нас будет например 3 и ошибки почему ошибки вот он напишет что он не знает что такое b indefinite вот индикатор не найдет b то есть он не знает что это такое мы его тут не указали указываем b а у нас появляется у нас появляется у нас появляется такой своего рода виртуальный контейнер b в котором он уже может записать вот эту перемену он ее уже знает и теперь он ее выводит ответ 4 а плюс b 4 давайте сделаем давайте сделаем так чтобы у нас все это выглядело еще лучше а добавим b добавим и вот тут еще плюс добавим ну стоп плюс у нас является строкой то есть прямой речью нам ее нужно передать как прямую речь чтобы он ее не исказил и не считал как переменную так как переменная это контейнер в котором что-то лежит и смотреть что у нас получилось 34 то есть тут нужно добавить равно тоже таким же образом ставим равно все вот вывелось зато все стало теперь красиво 1 плюс 3 равно 4 предположим мы хотим не просто сложить а добавить уже другие знаки самостоятельно пишем опять write.ln и читаем так и тут уже введите плюс плюс умножить ну и разделить разделить у нас будет все это строка и теперь мы ее считываем и пусть это у нас будет переменная s давайте попробуем русскую букву назначить посмотрим что будет стринг чтобы переводится как строка конечно конечно же он выдал ошибку меняем на s все теперь все работает и теперь у нас почему-то появилось значение 0 почему а потому что нужно тут ввести именно наш знак плюс 2 все теперь он выводится правильно ну сразу замечу что вот этот плюс он вписался у нас переменную s и при этом мы ее нигде не задействовали вот в этом выражении что нам нужно сделать дальше дальше я буду использовать уже свою небольшую небольшую шпаргалку чтобы быстро это все не печатать сейчас вручную скопируем ставим создадим константы вот они у нас f1 string строковая переменная в общем контейнер который хранит строки вот типа таких и тут у нас строка плюс f2 f3 умножить разделить все есть только еще одну добавочку сделаю так как мы можем еще ввести разделить вот таким знаком и теперь давайте напишем условия по которому он будет считать что же ему делать сложить или умножить if это если например у нас в данном случае s равняется вот как раз вот видите у нас нет оператора присваивания вот почему они отличаются сначала я этого не понимал так и s равняется у нас f1 правильно f1 string все правильно то так и сразу объясню что это такое это у нас комментарий мы тут можем написать все что угодно то есть программа будет работать пишет что он f4 f4 13 11 строка 13 11 строка 11 строка а у нас повторяются все понял поэтому он ошибку нам что он пишет а еще он пишет что мы не использовали данные переменные ну в общем это не ошибка вот все он выгнал правильно калькулятор введите а мы ввели тут в данном случае плюсик потом двоечку и у нас получилось 1 плюс 2 равно 3 ну и конечно понимаем что у нас тут может быть все что угодно и поэтому напишем тут теперь вместо плюсика s и теперь у нас получилось что все должно просто быть идеально работать все теперь все работает все красиво я доделываю условия то есть я не буду все сейчас писать вручную у меня уже все сделано так вот давайте через пробел чтобы было понятнее и скопируем еще добавим ну хотя пока не будем добавлять напишем тут умножить ага вот 1 умножить на 2 равнеется 2 все правильно получилось и теперь нам осталось только добавить деление а добавить деление в данном случае уже у нас f4 тут мы напишем мод и райн ошибок нет мы добавим именно деление покажем что нужно разделить калькулятору и теперь он делит 1 делить на 2 получается 1 что-то не очень сходится давайте возьмем другое выражение пусть у нас будет 3 делить на 2 3 делить на 2 будет 1 уже похоже на правду как видите он делит без то что ну в общем обрезает не целую часть в общем это деление мод но мы будем использовать нормальное деление сразу которое будет нам показывать с с то что после у нас запятой он выдаст ошибку потому что он то что после запятой у нас будет он не знает как куда это впихнуть потому что наш контейнер предназначен для строк интегр нам надо все это поменять на реал то есть реальные числа и теперь все должно заработать ну надпись у нас стала корявая все правильно посчиталось но коряво показывается отображается мы пишем 4 присваиваем ну как бы 2 тут у нас тоже вот так зачем мы это делаем для того чтобы у нас появилось 4 перед запятой и 2 после теперь все теперь все красиво можно можно конечно обрезать вообще вот эти вот не целую часть мы я думаю не будем обрезать оставим так все таки я думаю все десятичные дроби к тому моменту как изучают программирование знают хотя бы что такие существуют не будем их пугаться так и теперь что мы делаем мы уже написали в общем то программу калькулятор у нас он может умножать числа давайте проверим все умножает правильно также нам можно еще добавить вот с тем делением которое у нас f5 также берем копируем условия и то же самое у нас f5 все программы у нас полностью готовые работают мы сделали программу калькулятор который может считать целые и не целые числа в общем любые числа вот получается 7 все правильно половинка умножить надо будет целая то есть единичка и единичка плюс 6 получается 7 все правильно таким образом у нас получилась довольно большая программа калькулятор ну я скажу что можно ее сделать еще короче у меня есть готовый код сейчас я его вставлю и объясню что это такое вот получилось всего лишь 25 строк не читая первое конечно если не читать первое то всего у нас получается 20 строк да 21 и теперь как мы видим что мы добавили мы добавили оператор козы и off и s мы просто вот это s будем сейчас сравнивать и вычисляем сравниваем и вычисляем то есть сравниваем s с минусом если совпадает то пишем считаем если не совпадает считаем по плюсу если совпадает с плюсом и так далее при этом как видите количество переменных уменьшилось а вот это c вычисляется прям тут а минус b а плюс b и так далее теперь запустим то же самое у нас так и выдала ошибку begin а у нас два раза программ написано все теперь все считает как мы видим вот наше не целое число все то же самое плюс на плюс меняем а потому что мы тут видите нажали лишний раз и теперь все также еще тут можно добавить пункт о том что ничего не введено или введено какое-то другое некорректное число по идее потому что мы можем же ввести другое совершенно число допустим давайте введем какую-нибудь 7 что он нам выдаст а он ничего нам просто не выдал потому что он его просто не нашел давайте допустим добавим сюда еще write ну почему то он не хочет это читать он же так все равно ошибка ну ка точку все бетон нам предлагает поставить вот вот теперь он выводит неверно введено если мы вводим не то число все теперь у нас калькулятор полностью готов так такой кратенький калькулятор если вам понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал также загляните в ссылки там будет возможно ссылка на на связь со мной и до встречи в следующих видео до встречи в следующих видео в следующих видео Продолжение следует...